Вас как зовут Ася? Ася? Ой, что за бомбовый кусок? Три буквы счастья. Подожди, цифры на ней нажимаешь, что ли? А ну? Конечно, для такой красотки. Ася с телевидением? А, а что такая вся официальная? Твои цифры. Мы тут приедали. Алло. Алло. Не знаю, почему у меня постоянно так. Так куда бы ни пошел, везде какая-то непруха. Как я полюбил эти московские фестивали еды. Отвечаю за слова. Этот бургер просто бомба. Пальчики я ближайший. Да, да. Конечно, котлета-то свиная. Шучу я, шучу. Ну и шутки у тебя. Я что-то обратно-возвратный сделал продавцу. А что такое напряженное, а? Что произошло? Да ничего, это Зульфия всю ночь названила. Пришлось ей сказать, что меня взломали. Я ей в черный список добавил. Ну. Там есть самое место в черном списке. То есть ты понимаешь, зачем я? Да ладно, не смотри на меня, как на приоружу завышенное. Что произошло там? Моя Ася, моя красавица, моя Пампуська. Меня тоже в черный список добавил. Не могу ни позвонить, ни смс отправить. Я не знаю, что делает Олег. Это тоже не проблема, а. Ты у нас джигит или как? Ну, давай там свои эти подарки, цветочки, там вот это, о-о-о-о-о! Точно, Олег, ты прав. Я сразу не додумался даже. Точно, я ей сделаю такую бомбизну и такой подарок сделаю, и она просто шалеет. И еще сыной бургер готов? Да расслабься, это мне. Ты с говядины ел? Точно? Точно, точно. Или не точно? Давай, братан, до вечера. А, подожди, Олег, где можно найти конфеты в форме сердечки и коробка, чтобы была такая романтичная? Так в любом магазине видеть сердечко. Серьезно? Да. Давай, ты первый, ты старше меня. Давай. Умар, забыл тебе сказать. Сегодня у нас в такси будет проверка качества. Тебе в машину инкогнито подсядет проверяющий и будет оценивать, как ты водишь, понял? Инкогнито, это итальянец, что ли? Да какой итальянец? Инкогнито, это значит, что никто не знает, как он выглядит. Так что будь аккуратнее. Олег, аккуратно с моим вторым именем. Ася будет довольна. Курьер. А, здравствуй, курьер. Смотри, адрес. Телеканал Москва, Т4, там охранник будет. Ему скажи, чтоб Ася передал. Женщина моя. Только смотри, сам на нее не смотри. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, русские водители кончились в Москве? Ладно, носатый, поехали. Цоп-цопы. Ты что, совсем оху... Никто не знает, как выглядит этот проверяющий. Так что ты должен быть вежливый со всеми пассажирами. Они могут тебя специально провоцировать. Ох, какой прекрасный сегодня день. Просто шикарнейший, я бы сказал. Такие чумовые пассажиры ко мне каждый день садятся к саде. То, что я вот такой носатый, я сам от себя тащусь. В Дагестане меня называют не нос, а гиргебельский мост. Ну, гиргебельский мост такой. Гиргебель, поселок у нас. Все понял. Короче, по прямой сейчас едем. Так сказать, по безопасному, по соответствии с регламентом. Правый поворотник. Go to the blackboard, как говорят. Все, уважаемые. Вот и приехали. Правда, первым приехал мой нос. Не нос, а гиргебельский мост. А потом уже и мы с тобой за ним. Вам все понравилось? Все, кроме водителя. Ну, я сам себе тоже особо не нравлюсь, честно. Понаехала тут, понаспускали с гор. Алло, Олег, привет. Походу, я только что проверку прошел, да? Тут, как ты все и говорил, так и был. Он меня вообще конкретно провокатировал на такие разговоры ненужные. Я его в один момент чуть не тресну. И сейчас у нас в эфире Егор Грид. Грид, ну-ка сделай погромче. Или это проверка была, или он реально ему жить надоело. Да, что говоришь? Думаешь, прошел? Yes! Да, 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 я на связи танцевал. Все, все, давай. О, мое почтение. Хочу отметить, что вы самый прекрасный цветок среди этих самых фантастических цветов. Скидки не будет. Да нет, нет скидка зачем, нормально все, копейка есть, да. Вот любые, вот, 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 ну вот эти самые красивые розы дай. О, ничего себе, они еще самые дешевые. Вот мне портануло сегодня. Дай мне 10 штук таких для моей девушки. Соболезную. Нет, нет, ты не поняла, я ей такой прикол приготовил, нормально. А, соболезную твоей девушке. Да какой соболезную, я свидание назначил, нормально у нас все. Тут я смотрю в костюме, в туфлях, в самый раз на свадьбу. В деревне. А мы продолжаем прямую линию. Дорогие москвичи, звоните нам в прямой эфир и на каждый вопрос... Поехали, я опоздаю. Сейчас тормози, да, сейчас поедем. Я эфир смотрю, здесь моя эта ласточка выступает. Сегодня мы разговариваем о новых методах лечения старых заболеваний. Кстати, дай телефон по-братски. Резко позвоню сюда на эфир. Я просто своему не могу позвонить. Когда звоню, здесь изображение теряется. С него же и смотрю. Вот такая вот ситуация. Дай телефон, че ты как черт. Один звонок сделаю и поедем. Идти к врачу или пользоваться народной медициной. Но сегодня мы разберем каждый метод. А я напоминаю, что у нас в гостях заслуженный окулист России. Профессор медицины Сергей Видин. Еще один звонок в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня проблема. Какая именно? У меня глаза не видят. Я просто ослеплен красотой ведущей этой передачи. Бомба. Вот теперь она точно моя. Что, поехали? Давай, куда ехать? Уже никуда ехать не надо. Я проверяющий службы качества. Вы сделали три грубые нарушения. Ах ты, чертован! Четыре. Теперь вас точно уволят. Блин, все так хорошо шло просто. Че наукрашение? Тульбакрэль, тульбакрэль, че наукрашение? Тихо. Я вижу, вы парень нормальный. Просто оступились. Да, я конкретно нормальный, да. Отступаюсь, да. Здесь скользко же. Каждый день дожди идут. Ладно. Да. Выключите регистратор. Конечно. Я готов забыть об этом инциденте. За 10 тысяч рублей. Ты че? Ты че взятку, что ли, мне предлагаешь? Аман никогда не давал взятку. И не брал тоже. Ну, и не предлагали, конечно, но и не взял бы я. Тем более у такого, как ты, аферист. О, вот так вот. Вы, наверное, не знаете то, что по фото нельзя определить взятку. А регистратор вы уже отключили. Я знаю. Пусть меня даже уволят. Но я твое фото всем таксистам гордо отошлю. Ага. Пусть они знают, как ты выглядишь. Вот потом и ты останешься у нас без работы. Давайте так. Я закрою глаза на все ваши нарушения, а вы удалите это фото. Договорились? У меня еще одно условие. Опа. Маманычу. О, Аса, привет. Амар? Да. А что ты здесь делаешь? Ничего, да, гулял так. Часа четыре. В общем, Аса, извиниться хотел перед тобой за тот ненужный телефонный разговор. Меня просто взломали за слова отвечаю. С утра день не заладился. И прости, короче. Все в порядке, Омар, я уже забыла. У меня просто тоже день какой-то бешеный был. Придур какой-то прислал коробку в виде сердца, написал на ней ты бомба. И что, как, нормально? Понравился этот момент, да? Не очень. Полиция приехала, собаки что-то учуяли. А в итоге весь канал эвакуировали. Оказалось, еда какая-то. На экспертизу отправили, представляешь? Нет, не представляю. Мне откуда представляют. Да, а мне за это выговор сделали. Как будто я виновата, что он дебил. Подожди, подожди. Хочешь сейчас я его найду? Прямо вот сюда приведу, на колени поставлю. Скажу, извини, спереду не скажу. Все, все, все в порядке. А ты с цветами гуляешь? А, этот, этот тебе знак изменений. Возьми что. А почему их 10? Потому что 11 роза, это ты. Давай я все-таки одну, одну розу тебе оставлю. На хате кому-нибудь. Если ты не занята, может, поужинаем вместе? Как раз у тебя тоже свободное время. Если кушать не хочешь, за славу, что, можем просто посмотреть, как другие кушают. Чисто гипотетический. Нет, Амара, извини. Мне правда сейчас вообще не до этого. У меня шеф на работе требует сюжета интересного найти. Если они дойдут, то меня просто уволят. А на фестивале бургеров я уже три раза была. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас за моей спиной находится мужчина, который хочет прыгнуть с моста. Что это? Очередная жертва микрозаймов или неразделенная любовь? Сейчас мы подойдем поближе и узнаем, почему он поставил свою жизнь на ребро. Давай прыгай уже. Мне телефон садится. Я прыгну, отвечаю. Меня бросила девушка. Я уже не хочу жить. Из-за квартиры тоже платить денег нет уже. Амар? Выключи камеру. Привет еще раз. Зачем ты сюда залез? Из-за меня? Не из-за тебя. А рады тебя. Тебе же сюжет нужен. Давай снимай быстрее. Спасибо, конечно. Какое спасибо? С тебя свидание. Давай, снимай уже. Хорошо, но ты же не собираешься прыгать? Конечно, нет. Чтобы я из-за мамы даже такой конкретно, как ты, в жизни не прыгнул. Ну что ж, свидание с Асей у меня уже есть. Но разве может быть этот день еще лучше? О, Носатый, ты что ли? Прикиньте, может. Абсолютно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok